всем привет друзья с вами антон вас сегодня вы смотрите вместе с нами продолжение саги криминальная россия вот а никита сегодня посоветовал мне интересно опять видос расскажи нам немножко про него короче сегодня пойдет речь про наркотика ты не представился люди не знают кто такой прошу прощения такой джек гривен меня зовут мальчики и девочки подписочку на канал оформите не забудьте вот сегодня речь идет про наркотик который был популярен в 90-х белый китаец это искусственно сделанный наркотик молодыми химиками вот и соответственно от него очень много в свое время полегло людей в то время то есть вот этих торчков которые стоят у вас на лишней площадке друга жду они вот это это дело рук молодых химиков молодых химиков из россии и причем я так понял что вообще из амбетербурга или нет не знаю наш на наше производство отечественный продукт как принято говорить вот у нас их не так много но все но один из них очень не а ты так это заморфин я так понял что от него там чуть ли не после третьего укола все теперь ты с него не слезешь до конца какой-то такой знаешь обычно такие наркотики в американских детективах типа смертельное оружие появляется он в городе и мэл гибсон с дэнни глобером да 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 хотят уничтожить все человечество да не там или что ли весь город ну что ж друзья давайте начинать смотреть и вот сегодня нас ждет приятный дикторский голос который пригласит нас подписаться на канал что мы естественно и сделаем а ну что смотрим или нет сморим сморим давайте все вместе смотрим 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 фильм 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 ряк тряк тряк здравствуйте я сильнее полянский вы смотрите программу криминальная россия современные хроники на официальной канале подписывайтесь и нажимайте на колокольчик на колокольчик чтобы не упустить новые убийства и ублюдков какой которых вы так любите смотреть а на самом-то деле ребятам мы прошли несколько стадий уже с никитой да и наверное вы вместе с нами вот это вы знаете там отрицание потом принять да потом это сначала очень весело сначала был чудовищно потом странно потом весело а теперь мы вообще уже как будто бы какие-то виртуальные эти криминалисты все уже можем знать определять но я думаю что если бы нас с тобой никита отправили реально на дело вот если мы таки значит нам все раскрыли андон мы бы пришли и нам показали бы какого-нибудь человечка уже этом самоварчика его вы с тобой бы присели бы на пенёк и поехали бы на маршрутке домой из лесополосы мы такие есть у кого-нибудь сигаретку никто не может быть признан виновным совершении преступления иначе как привыкал уже суда и в соответствии с законом у пк рф статья 13 вот так вот заруби на носу дружок когда-нибудь тебя это спросят а ты будешь знать это спасет тебе жизнь если тебе уже есть 14 лет нанесешь полную ответственность за свои действия поэтому подумал миллион раз причем кого-то изнасиловать или убить кроме двух мировых войн бесконечных революций великих научных открытий спида уходящий век поставил перед человечеством проблему которая похоже не имеет решения очень макутики слушай мне кажется что это все из фильма с селестером сталона и шварценеггером а можно вообще ну в теории булочек с маком на купон на покупать да и упороться ими я не разбираюсь вопросе но мне кажется вряд ли иначе бы их запретили во всех школах ты чё там в каждой школе булка с маком самый ходовой товар один и тот же по сути это же из одного растения просто типа не ну мак то мак мне кажется все таки там не тот самый мак который на булке крошит я предлагаю с тобой антон идея консинтезированный наверное купим 5 булочек с маком тебе 5 мне 5 и просто обожрёмся разок и посмотрим упоримся мы или нет я думаю вряд ли я думаю что он просто поднаберем чуть-чуть но вот это то же самое что чуваки делали тест выпивали кефира там лидеры нужно выпить чтобы запьянеть там десятки литров братан да да запьянеешь ну и то не так уж освещенной религии искусством в двадцатом веке превратилась в проклятие человечества что мы знали об этом таинственном работа в стороне мере увлекательной истории вроде знаменитого французского связного с бесстрашными и обаятельными полицейскими и гибели от наркотиков молодежных кумиров знаешь кого показывали сейчас мы уже с тобой обсуждали это брат белуши да точно это фильм братья блюз кстати говоря ребята фильм один из моих любимых рекомендую глянуть вообще слушай мы столько много узнаем из этих реакций вот этот белуши который умер да он умер вообще от этого спидбола от чего это смесь героина и кокаину как назвать спидбол спидбол это наверное что-то очень забористый по названию наверное что-то такое школьки откинул за навесом рухнула и хрупкая перегородка хоть как-то ограждавшая советский союз вот надо было ему да это хотел балдежнуться понимаете да то есть это не одно и то же то есть балдежнуться можно по-разному кто-то может балдежнуться просто выпить чай с конфетой да кто-то может балдежнуться и запустите а не знаю там героев третьих да кто-то балдежнуться может так чтобы мирового наркобизнеса россия стала стремительно кровать будет привязывать надо гонять остальной мир там где отставание было бы благом так вот и ногами блять осень девяносто первого последняя попытка коммунистов удержаться у власти закончилась крахом но никто не догадывался что навстречу покидавшим москву танком в овощных фургонах с юга везли первую партию нового страшного оружия вот как все начиналось да то есть под шумок все перестройка началась по белому дому станков шмаляя там никому не до чего все очень кроме все вот как только ребята танк въехал по белому дому делали хочешь вообще лет десять вот в 90-х не было вопроса можно это сделать ты даже не спрашивай если хочешь делай просто потом рассчитаешься через лет пять-шесть дело химиков белый китаец да ну и контент я вот такого такого честное содержание не видел плат бумага это там обзоры делают в этом стакане какая жидкость а вот у антона влас привязываются там кестят после школы а причем я зашел в айтюнс хотел посмотреть этот мелодию да на криминальную россию так там написано мелодия из детства раздел да на дне на одном уровне свиньи пухом тесликом а сейчас прикол еще с мокрова будет выкачать и до смены посмеемся ну вы поняли дарька начать о чем база на будильник поставил еще чтобы просыпаться на будильник пободрее быть с утра заболели вы понимаете потому и то мы снимаем вот сразу от вашего опыта плечу там щас узраки были мы как дома мы все свои здесь чё стесняться это долго будет продолжаться на моем канале видишь его дали рынок бабушки ничего такого да осенью девяносто первого года среди московских наркоманов началась паника почему прикиньте то есть девяносто даже наркоманы привали от того что происходило не было такого знаешь вот золотого времени в девяностое когда всем было хорошо ну можно исключением там буквально двух человек там трех а так я скоромешный по всей стране кого не возьми дворники бабки ахуево дядь детки наши батьки балки водители ахуево врачи ахуево учителя дуркоманы ахуево все хуево ну и странно время было время было но после второй-третьей инъекции сажал на иглу и легко убивал свои жертвы наркотельцы окрестили новый наркотик крокодилом вот интересно вот а почему интересно что он типа вцеплялся в тебя и не отпускал такие названия все смешные у нас все у нас в стране беда с названиями я уже говорил там типа вот этот вот подводная лодка ядерная лошарик там какой-нибудь этот бомба царь бомба бомба там я не знаю малышок какой-то там американцы конечно было все равно как бы с названием беда это жесткий самый жесткий наркотик крокодил 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 а это мужичок я так понимаю идет в сумке с крокодилом отчет куда ты идешь ну куда ты идешь куда идешь как заговаривались на второй этаж при появлении нового наркотика всегда возникают вопросы откуда он где изготавливается как поступает на рынок вопрос хорош на каждый арест продавца увеличивает шансы следствия на успех но в случае с крокодилом возник какой-то заколдовый уменьшал да вот она как слежка идет видали да то есть это вам не в gta там держитесь подальше чтобы вас не заметили там а то он а то он насторожится и миссия будет пройти но все прямо за ним бампером бампер чтобы не уехал ни один из торговцев не знал источников его поступления очередной торговец задерживался самодельные перепаянные ампулы изымались и тут снова начиналась чертовщина самые сложные на аппаратуре показывали что в изъятых ампулах содержится обыкновенная вода но эта вода убивала то есть даже не не по не палилась прикинь то есть да как бы в ампулах везем а зачем что за что зачем в вводу пьете вот и пьют на вот я вам везу воду людям хотят напиться с ампула отправили в лабораторию центра оон по борьбе с наркотиками после нескольких месяцев исследований лаборатория наконец подтвердила да в этой дьявольской воде содержится доза смертельного наркотика известного во всем мире как china white он же приметил фентанил он же крокодил china white да это как раз таки белый китайцы если что там у нас по температурам а я измерю сатурацию 36 и 6 слушайте ребята температура то нету я сегодня пока бегал за камерой в офис за этим подняла 37 97 ребят не слушай все хорошо все нормально и дышишь хорошо единственное что я частенько ты горло то антох да потому что мы мы три часа сейчас с никитой писали мохова часе сделаем меня горло сел уж вывод заставил следователей содрогнуться этот наркотик обладал чудовищной силой и был в пять тысяч раз активнее морфина в пять тысяч раз чё за дьявольское говно они сварили хоть и химики чистом виде яд в две тысячи раз сильнее цианистого калия в чем пункт им упор в сцене я тоже чуть не понимаю вот обычно цианистый калий осмотрелся эти фильмы про джимса бонда они там вместо пуговицы на пиджак съедали и умирали а тут люди такие типу прикол хочешь сейчас укалит таким говно никогда с него не слезешь да давай сухой фракции крокодила размером сигаретную пачку хватило бы на всю москву девяностые лихие объекты мать что там только не было мультики зато показывали пачка всю москву ничего подобного раньше в россии не было в мрачном предчувствии надвигающейся катастрофы объединили усилия следственной группы фск и мвд россии да уж надо бы как-то это пошевелиться чё за говно следствие возглавил один из опытнейших сотрудников министерства внутренних дел россии добро ой это питер или нет а не понятно тимона может может москва все таки еще одна страшная деталь чайна уайт содержал примесь фазгена газа которым были отравлены миллионы людей в мировых войнах присутствие примесей фазгена в наркотике заставило предположить что чайна у вайт скорее всего получен густару блин ну вот у этого человека точно пачка целая есть такая цепь у него цепь такая у него да это ну все такой ну слушай а зачем вообще я не понимаю тох газ которым про а я говорю по пришла любым этот это убийц смотрим зачем вот вещь которую травили в первой мировой войне войне газом я тоже об этом году я сидел смотрел на этих людей которых задержали вот я думаю да а вот ну это же как бы формула да это же все химия она как-то вот ну высчитывается да там как-то ну как бы это для этого должно быть это для другого то есть это зачем-то взяли и добавили какой-то какой-то какую-то супер ядовитую говно а без него нельзя было чтобы веселее чем густарным способом чтобы вот этот вот дружочек да ну смотри стильно выглядит чтобы он нормально был движнулся то есть ему ему надо значит наркотик изготавливался где-то на территории бывшего ссср на отечественный наркобизнес был обрушен шквал репрессий задержаны десятки людей ликвидированы целые группы но главного так и не достигли источников поступлений крокодила обнаружить не удавалось было отчего прийти в отчаянии чувак такой изюм купил прямо как будто картина натюрморт какой-то за счет можно нарисовать ее так прямо даже и поймешь что чего-то гордского изюма я и купил до чуть-чуть изюма на рынке ай какой-то ампулу это не мое какая-то ампула упала мне в исюм это мы подкинули с дезаморфидом блин кто-то неловко 6 начали седьмого это вот на квартиру где наверное готовят или как нет все барыг рядовых пока так да бритончики чистят о слушай друзья наши а все в гости пришли это блин я тут зашел зачем-то сам уже забыл и что-то сел а там уже на всех раскидан шприцы лежат и вот такой я пойду куда пойдешь и причем вот это вот самый излюбленный тау екб формат опять на грянули ребята бравые там какие-то это самое на квартиру дезаморфинщиков уже в третий раз и там чел и опять одни и те же люди таки ты ж был уже здесь тот раз мы же тебе сказали больше здесь не появляться такой я опять пришел данного персонажа ранее уже задерживали боровые ребята и стал в екб да и на них обычно светит так ярко что они прям такие а я слышу у тебя типа звук видос может такое быть эхо но да это слышь видосе у меня тоже и только год спустя в октябре 92 мелькнула первая робкая надежда стало известно что чайна уайт поступает в москву из азербайджана начали работать выходим на так это кота братан получается вообще международная торговля это вообще как бы опасно да не а ну слушай опасно тем что не у не устранить как бы первоисточник потому что в тот момент это без нескольких месяцев еще был ну отдельно ну что ты думаешь там как бы тесто сотрудничество еще продолжалось конечно конце девяносто второго года наконец появилась вы понимаете на то что смотрим да я вот почему-то я не знаю мне кажется что этот человек почему-то говорит с одной стороны правду я бы рассказал бы все что сдал если у меня так схватили это биты там с камерами все такое но мне кажется что если поколоть получше то может быть и вспомнить что-то когда срок замаячит большую они сейчас обычно вспоминают что было сын который учился в одном из московских медицинских вузов найти сына не составило труда у муд бабаев был студентом медицинской академии имени сеченова а умным паренек давых ну слушай чтобы наверное такое произвести быть надо мозговитым парнем ну то есть химию на двойку знать не получится не то есть там нужно уже бы знать комбинации не ну чувак прикинь наркотик настолько опасен что в 5000 раз сильнее героина какой-то газ которым травили во время второй мировой войны используешь только коробка можно всю москву пороть какой-то ингредиент забудешь и все я почему знаешь не что меня вот расстраивает всегда вот в таких историях что это человек бы наверно вакцину бы от коронавируса легко сделала талантливый человек он просто вдруг решил а из силу к и такой наркотик которым коробком всю москву можно вот так вот я решил но с другой стороны это девяносто первый год тогда было тяжко понятное дело занимались чем занимались чем угодно были на рынке продавали грибочки стояли ли какой-то но не наркотик массовом производстве делали это да а вот этот мой а просто это люди вот как он мыслили более масштабно понимаешь все таки есть он себя уважал он химик он человек они где-то там лаборант я хочу зарабатывать хорошие деньги все и решил вот так все грибочки потом учеб санкцию прокурора начали прослушивать телефон младшего бабаева прослушка этот парень вот так говорит не понял сейчас я много показаний тогда там лаборатории еще и пока работаем скоро домой а слушая такая семья дружная да вроде но так отец любит сына и сын и отца там мы у них такая идиллия прямо все беспокоятся друг за другом ну вот так так это следователь до ищет и так бабаев интересно да как-то показано все реки прямо как как будто мы смотрим знаете это кунг фьюри как вот сейчас он перчатку этого тени там вернется хакермен хакермен центра министерства внутренних дел россии бабаев актай латиф аглы уроженец азербайджана 9 лет провел в заключении освобожден в 87 году живет в киеве занимается частным предпринимательством телефонные разговоры старшего бабаева с родственниками и знакомыми были самыми банальными но однажды отец попросил сына зайти в общежитие мгу в комнату 534 к некоему в комнате 500 что значит условный знак какой-то ну видимо до родственники приезжают а значит приезжают родственники надо забрать из химолаборатории коробок приезжают родственники китайцы белые нужно у них этот талисман привезли с собой из крокодила шкуры да 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 комнате 534 жил андрей гаврюшин он же энди студент химического факультета московского университета точно как в кунг-фьюри всякие имена такие энди еще над псевданием да специально кликуха кликуха такая вот так вот гаврюшин андрей евгеньевич 1973 года рождения студент третьего курса 17 лет член школьной сборной страны по химии если нихера себе так этот человек он он вообще представлял советский союз на всяких международных олимпиадах то получается всякие и он варил крокодила первая же встреча энди гаврюшина и бабаева младшего на станции метро коломенское было снято скрытой камерой это вот но родственники да приехали но нет почему это вот этот приехал химик а из арбайджана сэнди да кэнди но пока ничего такого я не вижу на это кайну на стенке 2 чек станет ничего передал в шапке на руку пожал может быть все происходило как в заправском боевике мгновенная передача каких-то свертков при отправлении поезда выпрыгивания в последний момент из вагона попытка избавиться от возможного хвоста было решено пока не брать студентов их арест мог спугнуть более крупно слушай ну хитрые да кто хитрые а студенты то есть они такие прямо реально как были узком фильме то есть смотрел стоит послевает передает дверь захлопывается он уезжает ночью там на следующей станции примите этого не думаешь не учли да он бы съел потом бы разбираться стал я недавно читал кстати статью опять у кого-то лопнул пакет видос есть где чувак сначала ну менты поняли что у него там в животе что-то везет контейнера он сначала стоит нормально все а потом он его внутри лопается и показываю значит вот он уже лопнула менты все умурыжет на паспортном контроле мол где документа это где печать а можно вас на минутку он весь красный грит под пошел потом пошел под а где это видео скинь мне потом потом скину да и там и короче говоря потом нахуй в скорую везли достали там пакетов учета помочь чак-то и умер то в общем-то но самое интересное что пешка типа копы такие там мы знали там что у него есть но не знали что лопнул а он а он не сказал события стали разворачиваться с головопряжительной скоростью бабаев старший назначил гаврюшину встречу на 8 января 93 года в ночь под рождество гаврюшин отправился в подмосковный город химки теперь уже с него не спускали глаз все правильно химки в химиках химики в химках не они просто так же химки может там стоит городок тут городок потому что там потому там и химики все верно или вы такие глупые что-то канал аналоги проводим напрямую в химках живут химики не ночью действительно почему сейчас загуглим потому что наверно химический завод было естественно у нас ничего в стране просто так не бывает химки ну население город областного образует одноименное о высшее учебное заведение институт культуры академия гражданской защиты мчс россии тоже не то слушай нет антоха все-таки не хим это ну это просто любопытное совпадение в таком случае было хорошо видно что какая-то девушка колдует над колбами и пробирками хоть бы зашторила вот если вы вздумаете поколдовать над колбами за зашторьте и пуча окно зачем вы делаете это почти на улице это очень глупо к немалому удивлению следователи девушка оказалась парнем сокурсником горюшина по химическому факультету ягодкиным он просто был очень модный неужели вот так запросто в какой-то убогой подмосковной комнатушке изготавливается смертоносный наркотик перед которым трепещет весь мир я даже не удивлюсь если так это и есть обычно так это и бывает бабаева старшего и гаврюшина энди решено было арестовать во время их встречи но помешала случайность поезд из киева опоздал бабаев старший не встретился с гаврюшиным и улетел в узбекистан руководитель следственной группы решает не торопить события и дождаться новой встречи которую бабаев назначил на 14 января он реально на подоконнике все это хипичит просто без страха просто мне всегда удивляло что в 90-х годах вот всякие братки но такие крупные криминальные деятели знаешь вот если их убийство происходило да ну типа он возвращался к себе домой и там показывают хрущевку какую-то ничего удивительного в этом нету потому что где дворцы где замки ну типа такой не все это смотря в какое время брат а кто тебе сказал что это его единственная квартира может он приехал чисто на хазу понимаешь перекатываться может у него таких ручек каждому в каждом какой-то какого-то какого-то человека паука помнишь в мультике у него в каждом фонаре был костюм его спайдермена то же самое здесь у каждого братка братка балахата в каждой хрущевке по квартирке и когда надо залегает на одного в любой из хрущевок москвы петербурга встречи старого нового года готовились и в подмосковных химках и на петровке встречи нового года вечер 14 января вторую неделю сыщики отслеживали каждый шаг подозреваемых пойди за морфин передаю и сила на станции метро коломенское в центре зала встретили я думаю что барсеткой в которую видеокамера встроена что-нибудь такое я такое уже видал однажды в шоу решала да 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 и это знаешь даже где было да где угодно это даже было в фильме маска ждала очередное разочарование не в метро не позже прогуливаясь по вечерним улицам бабаев и энди ничего друг другу не передавали поговорили и разошлись но не не доза ничего вообще что делать снова ждать подкинуть и арестовать нашли у вас все а теперь признавать хапа потом да рассказывайте как было дело все они че че с ними возится с этим мужиком шапки скал задача следователя в том чтобы он признать человека что если он не признается ему будет только будет хуже вот именно надо это деда в шапке и школьника колоть потому что ну они просто покажут запись предыдущую до где они встречались в метро и сказать мы все знаем и мы знаем что в прошлый раз передали знаем где вы живете знаете чем занимаетесь давайте рассказывайте вот вам бумажка и ручка пишите чистосердечное признание а дикий о чем сам знаешь таки я ты дурак это это ты мне скажи что я это сам знаю что а ты ты напиши как было пока смертельный наркотик хлынет на рынок находя новые жертвы нет рисковать нельзя брать сейчас не имеет смысла они пустые вот посмотри с нами из дяди никиты как дезаморфином вся москва в 91 заплыла и и чтобы вот своим друзьям скажи таким как ты молодым чтобы дезаморфином не баловались даже если говорят что это вода все равно не бери сегодня снимаем яйца отрезали коту ну вы в курсе до отлета бабаева оставалось несколько часов колись да это вода да ладно чё то он трус гаврюшина или от кого-нибудь другого мог и не получить но независимо от этого было решено брать сразу всех троих в тот же вечер баба ягодкина и гаврюшина вот видишь я как следователь уже мыслю не нужно с поличным поймать а то они начнут типа каждый это в отказ эти не пойдут надо привести одного с фингалом искать он раскололся и увести такой а ты я так что расскажу основание для ареста у следствия было явно маловато если улик нет и задержанные ни в чем не сознаются их придется освободить иначе будет нарушен закон в тот момент когда бабаев выходил от сына операция началась такого 7 групп захвата работали одного да только еще не понял они сказали у них маловато улик но мы будем задерживать почему ну типа чтобы это ну короче опаздываем держать москва в дезиморфине захлебывается давайте что-то делать давайте под сладом поймаем этого одновременно в химках у ягодкина в общежитии у гаврюшина у его невесты и у его друзей к вам арестовали по дороге в аэропорт но ни у кого из задержанных ни грамма чайна уайт не обнаружили правда в химках на квартире ягодкина была целая лаборатория а среди химикатов обнаружили продукт промежуточного синтеза получаемые при изготовлении чайна уайт вот как тогда его самого не было так это вообще получается не доказательство это не доказательство разве что у тебя есть почти уже чайна уайт но но пока что еще не чайна наверно при производстве динамита там же тоже есть какой-то элемент который типа не что сказано пока не доказано типа знаешь если ты пока это может стать динамитом но пока это не динамит это еще ничего взятки гладкие химические опыты студентов еще не свидетельствовали об их намерении изготовить наркотик причастность ягодкина доказать не удалось моменты то знают что это они не ну мало ли химик же все-таки может типа домашнее задание делает дом и дядя передает из азербайджан это домашнее задание а потом дядя домашнее задание раздает идиотов которые вставят это на дом задано на семейках гаврюшин андрей евгеньевич член школьной сборной страны по химии на первом допросе гаврюшин все отрицал но уже на следующем написал чистосердечное признание на первом он все отрицал но уже на следующем сразу чистосердечное я думаю что он просто сам все понял он посидел подумал подумал что он такое натворил до что ну будет лучше для него самого если он признаться и и и дядю тоже да сдаст и кто он тебе друг мой и друга своего тоже покажи где живет какой другой нечаянно улайн а какой бабаев же отказывался от всего туда поближе сюда кроме наркотиков растительного происхождения на батю гетельмана чуть-чуть похожем звезда ну я тоже не стою просто так на первый взгляд и но частности гашиш вы сталкивались когда-нибудь другими наркотики я сразу включаю свое это экстрасенсорику и почему-то мне кажется что этот человек сказал девяносто первом году на этот вопрос нет никогда никогда абсолютно чувствуете да ребят сквозь пространство и время прочитал мысли этого господина абсолютно своих прежних показаний поговорили что и кит никогда когда я не слышал спасибо спасибо китаец красный а белый аллигатор крокодил где лигатор из на каких-то кенгуру аллигатор этого старались вы за парке видел употребили во внутрь а ну это пробовала да но это вы считаете как что я употреблял вот расскажите бабаев сознался в одном на это как бы тоже вопрос терминологии что для тебя что такое употребляла что такое пробовал я попробовал тоже может быть и такое но скорее всего ты на ютубе знаешь и многие с бугуртили что там какой-то блогер якобы там травы вкурил да но обратим вот что кто-то белокитаец колец и да да мы тут это самое мы собрались просто чисто так и ну интерес спортивный интерес да правда ли что белый китаец 5000 раз сильнее героин да я вот этим слухом не верю нет ребята верьте этим слухом я думаю что вот этот дед если не умер то ему было очень без этого китайца моментально это все действует на все он только передавал какой-то синтетический наркотик появилась первая зацепка началась серия арестов среди талантливых студентов и аспирантов химиков и почти все оказались замешанными в изготовлении бля но это все компьютерщики какие-то готовление наркотиков но ни один не делал чайна уайт неужели снова тупик и только когда арестовали аспиранта химического факультета данира байрамова появился реальный шанс найти изготовители чайна уайт и осенью 91 года в сентябре это это самый сговорчивый да значит у нас пулю получается так пошел на сотрудничество сосредством парень молодой студент реально да а ему так и сказали парень ты молодой зачем тебе это все надо давай сейчас просто все расскажи вот чистосердечное годик еще лично тебе я обещаю дадут мало но дадут но потом все с чувствовали что талантливый красивый молодой но зачем тебе это надо да что ты там забыл да ты думаешь ли деньги эти деньги на бедных твоих друзьях которые просто не знаю ничего рассказывай как все было у нас времени мало вот тебе давай все и рассказывают да я приехал учиться одном из разговоров с говоришь нам андреем я узнал что он не сказал что вот в казани ребята тоже знакомы я их знал некоторых ну конкретно вот я федора знал алексея ты когда к тому же получается про свои друзья рассказы с кем он дизаморфин готовил так ну да видимо с кем готовил и там один что-то еще решил приготовить дополнительные с ребятами собрались просто дизаморфина поготовить а там парень такой ребята среть я еще чё добавил это знаете как будто звучит как ну там юные натуралисты доходят например в лес дятлам помогает лапки перевязывал песичкам а вот химики в свободное время готовят наркотики всяких там ягуаров или чё там белых этих китайцев олимпиадам что они изготовили какой-то наркотик то я думаю на пятерку готовили если если на олимпиад приехать с таким такой формулой я думаю всех выиграть изначально же и хотели просто дать чтобы олимпиаду выиграть а потом решили удивить их но не даже и дальше еще больше чем если варен или 5 приехали сын хуй тянет они которые обладают огромную тоже активностью значит надо 5000 доз 5000 не раз он 5000 раз сильнее он морфина это дрянь нужна блять вообще у тебя где-то вообще да я даже не говорю что там в крови блять вообще тебя дома или где-то я не должна существовать просто просто она не нужна это это что-то это я сам придумал чувак взял и себе в вену и сказал что да сильно примерно в 5000 раз сильнее чем героин это его знаете оценочное суждение причем то есть не клинический доказ он такой тысяч в пять раз мощнее приорит я думаю он мгновенно умер как он только проговорил это 5000 раз и он умер наконец после полутора лет напряженных поисков следствию удалось установить место расположения лаборатории полтора года ма искали эту говно на изготовителей а отзванились они из казани есть до установили да в двенадцать ночи в домодедово и так студент казанского университета алексей федор федорович 72 года рождения член школьной сборной страны по химии победитель берлинской олимпиады по просьбе руководителя следствия сотрудники казанского управления федеральной службы контрразведки берут под наблюдение студента 4 курса химического факультета алексеева и арестовывают его детектив а первый же допрос алексеева поверг следователей буквально в шок оказалось что сведения о чай но уайт любознательный студент подчеркнул из научно-популярной книжки называется даже своим именем назывался там чай но уайт китайский белый то есть ну и ну и ну имеет имеет большое хождение и ну и самое интересное там было то что там были описаны тут трудности его трудности его анализ что ты не понял чувак какой-то сварил научный журнал вроде как начитаются своих научпопов а потом белого китайца варят у себя в подмосковных хатах да что такое вы на реально никита прав научпоп какой-то смотрел чувака потом насмотрелся и взял сварил боблево какой-то дикая и причем как бы что это за журнал такой где его можно было купить в таком случае то что вопрос другом где его можно еще купить сейчас да сейчас то я думаю вряд ли кому-то нужен будет такой же франшер стал так 20-летний студент который мог бы стать гордостью российской науки оказался родоначальником российского china white он вывел оригинальную формулу синтеза по которой этот страшный наркотик можно было изготовить в домашних условиях что и сделал другой талантливый химик сокурсник алексеева ренат мефтахов любопытство губит кота говорят англичане но если бы только любопытство дело было куда страшнее студенты уже попали под жесткий контроль преступных группировок ладно бы если бы они просто эту изготовили да там грубо говоря поехали на олимпиаду выиграли скале ну больше не готовить и такое говно а так это группировки да получается их взяли под колпак сказали вы будете готовить это пока мне скажем хватит но слушай мне кажется там все таки там были такие деньги замешаны что я не думаю что это просто было из-за того что у них не было другого выбора то есть ты думаешь что они тоже на это сооснательно шли но они же пришли наверное к этим группировкам то ну возможно то есть если мы предположим что они синтезировали а потом решили где-то найти точку сбыта они пришли к браткам и братки сказали у нас можно а потом уже из игры не выйти да ну типа того да попросили такой довольно жесткой форме чтобы я рассказал об москвичах которые делали аналог метадона они хотели на них наехать и заставить или работать на себя или стоять и деньги они сказали что они хотят на москвичей наехать да не заставили никит ну я сказал чувак если бы он сказал что они его не заставляли то ему просто больше строгу впаяли я отказался что-то говорить кто такие потом ну там они говорили что типа есть серьезные люди они к этому уже ну подключаются так сказать хотят серьезно заняться этим потому что деньги большие ну понятно все так было худшее подтвердилось мефтахов синтезировал 600 граммов сухой фракции china white под давлением мафии и бабаев получил только часть наркотика другая часть оказалась в руках одной из казанских преступных группировок какой никто не мог сказать точно этого количества было достаточно чтобы изготовить полмиллиона ампул china white и при этом малейших полмиллиона это же это просто чудовищно многое это просто подсадить почти все деревни России, наверное. Это много, это много. Я просто не понимаю одного, то есть, видишь, там ещё как мы меты такие, говорят. До конца не понятно, как в группировке это всё ушло, как бы не установить уже концы воду. Концы воду, то есть, мы даже разбираться не будем, то есть там непонятно уже всё. В этом разбираться уже никто не разберётся. Они сами не могут разобраться, да, эти, как бы... Подди, пойми, где? Группировки, да, где чья амплуа? Они там уже взяли одну другую поменяли, там уже непонятно чья где. Полмиллиона 250 тысяч разбодяжили еще с чем-то. Да, полмиллиона превратится в полтора уже. При этом малейшая передозировка смертельна. Подобные угрозы от наркотиков Россия еще не знала. Это что такое? Тогда решено было применить те особые меры, которые на профессиональном языке стыдливо называются жесткими. И нового выбора не было. Потеря времени могла обернуться. А что в этом такого? Пора принять жесткие меры. Это жесткие меры. Ну так, а если а что они? Они действуют мягко что ли? Они всех подсаживают на какое-то дикое говно синтетическое. Где тут мягкость? Я не вижу. Почему с ними нужно быть добрым? Это было открытым объявлением войны казанским преступным группировкам. Чего делать? А, слушай, ну Казань все накрыли, а получается. Фураж? Какой-то прапорщик задом был. И мы тут динаморфит распродаем. И там у него это самый, как его, ботаник делал. Который, помнишь, снизу? Да-да-да, который с женой с супы живет. Сосед, да-да, в очках такой. Петр Петрович, ты мне, Петр, дозу-то дай, а? Куда смотреть? На динаморфит, ебута. Куда смотреть? Сюда, ебута. На газетке, что насыпано, дай посмотри. Как с обдунышкой досмотреть. Дилишки, конечно. Девяностые годы, они были такие все, да? Не дай бог, ребята, нам попасть опять в такую передрягу, как девяностые. Я не знаю. Мне кажется, наши родители, они были все-таки, хоть мы и привыкли говорить и такие, вот, там они немножко по-советскому мыслят, но они были еще той закалки. Мы-то уже да-да-да, не переживем так. Так не сможем, так не пойдет. Пистолет лежит на дороге, на асфальтике. Пейджер. Через агентуру крестных отцов в Казани предупредили, что если наркотик будет продан, репрессии последуют незамедлительно. На сей раз мафия отступила. 24 мая 93-го года в органы госбезопасности татарии позвонил неизвестный и сказал, то, что вы ищете, лежит в могиле на Самосыровском кладбище и указал могилу. Какое-то мутненькое дело, Антон, не находишь? Что-то странное вообще все происходит. Я не помню, какой именно я сериал смотрел, но что-то там связано тоже про ментов, криминал, все такое. Я помню, там была сходка этих бандитов в этом сериале, и там один говорит, мы кто-то будем машины угонять, кто-то говорит, квартиры будем грабить, мы там будем крышевать, один что-то подошел, говорит, короче, дурь продавать, и они такие, это, типа, уже должно быть не с нами, потому что мы все уважаем, все, что там связано с воровством, с этим всем, но людей травить это нет, это не пойдет так делать, типа, ты не наш человек, ты пошел, что-то такое еще предлагаешь. И то есть, как бы, в данном случае, вот я сейчас проецирую эту ситуацию на следствие, и там какой-то, видимо, чел, знаешь, из группировки такой, ребята, так нельзя, мы травим людей, молодых ребят наших, русских, звоните ментам, говорите, что мы в могиле, все в могилу скинули, да, и там лежат все дозы, пускай забирают, а я такие, Толик, не надо, алло, белицы. Только аккуратно, я очень прошу, не нарушать, давайте, уберите, если можно, значит, цветы, мы сейчас вот так вот уберем, цветы, конечно, ситуация неудобная, если честно, да, чью-то могилу откапывать, но, а вдруг, а? Ну, это типа не могила, да, а что, я так понял, нет, братан, это настоящая могила, куда и сделали закладку, вот с чем проблема, могила-то настоящая, самая настоящая, которая только может быть. На следующий день в указанном месте была обнаружена последняя партия сухой фракции Чайна Уайт, которой хватило бы для изготовления двух тонн наркотика. По всем правилам пакет был извлечен из укрытия. Так, секундочку, я прошу внимания, подойдите сюда, пожалуйста, с камеры и понятые. Подойдите, пожалуйста, сюда понятые и с камеры. Видите, значит, в этом месте, цветочницы, вот где выброс свежей земли мы имели, мы видим полиэтиленовый, обнаружен полиэтиленовый пакет. Вот он заверен, вы видите его, да? Вы тоже увидите его. Пожалуйста, значит. Да, не хотел бы я понятым быть на таком дельце. Да-да-да-да-да, чтобы там просто фамилия была вписана и потом вот любой... Подводите, Антон, да? Понятым, пойдешь, а что сделать надо? Ну там, в одном месте. Мы просто там посмотрим, там может закопано что-то, а может там ничего, и нет, пошли с нами. И пойдешь гулять. Две тысячи... Две тонны... Понятые, обратите, все видите пакетик? Видите? Видим. Видите, сейчас откроем. Вот, пожалуйста, значит, мы этот пакетик... Я просто опять не понимаю, у нас опять же какой-то фарт, я так понял, да? То есть у нас опять это все дело, оно раскручивалось, опять через пень-колоду какую-то, я так понимаю. Ну, а если бы не позвонили, не сказали, что там лежит, что бы было дальше? Что бы было? Две тонны крокозил приехало бы в Москву? Нет, слушай, ну, не по фарту, все-таки там они слежку вели, и через более мелких вышли на более крупных, то есть нет. Это да, но потом-то тупик, все, они всех переловили, барыг мелких, а потом... Ну, там просто сказали, чувак, вся вышка, она связана между собой, да, и мы сказали, бля, все, там сейчас, там ругается, поднаскопает, Москва говорит, что вы что, ох**ились что ли? Москва ругается, говорят, не надо нам это говно, все, давайте ментам. Это вот с этого, вот это вот, вот пакетик, вот с этого пакетика, берет голыми руками, какой-то юбби, и раз, и разводит две тонны, да вы что, отворите? Он прорванный, значит, вот этот пакет. Че просыпалось? Оказалось, что операция отчаянно Уайт благополучно завершена, лаборатории больше нет, создателей смертельного зелья арестованы. Да, только этот журнал мог быть у кого угодно. Понимаете, да, в чем дело? Формула была напечатана в журнале, все журналы найти. Науши-то популярны. В тех лет, да, все журналы уже было сжечь. Наркотик помещен в сейф МВД. Он оттуда никуда уже не сядет. Так мрачно настроен руководитель следствия. Они в состоянии сделать наркотик любой. А самое страшное в финале этого дела состоит в том, что мы сегодня располагаем оперативной информацией о том, что в местах лишения свободы химиков ждут. Это талантливые ребята. И не надо там установить какие-то пробирки дорогостоящей аппаратуры. Они будут делать самые простейшие наркотики. А в одну зону их никто не направит. То есть мы получим восемь центров по изготовлению наркотических средств. И эти восемь центров завалят не только Россию, не только СНГ, но и всю Западную Европу. Это братки. Кошку гладят. Нет, я все понимаю прекрасно, только я не понял одного. В каком плане на зоне химиков ждут? Имеется ввиду, что они на зонах будут производить это. Прямо на зонах? Ну, а что, да. Ну, братан, там же шмон каждый день. Я вот как не посмотрю, говорят, распорядок такой, взяли утром. Ну, Антон, они же не в черных дельфинах сидят все. Пошли в тюрьму фильм, где там чувак... Слушай, да даже недавно была вот это, то ли в матросской тишине, то ли еще в какой-то московской тюрячке накрыли центр вот этих звонков вот мы звоним вам из банка. У вас странная активность на карточке. Ну, ясно, понятно. Короче, у нас вообще чудеса какие-то происходят в стране. Постоянно чудеса. Вроде человек сидит уже, мотает срок, а он там лаборатория у него есть. Вот это самое страшное. В итоге ничем не кончилось. Как был этот крокодил такой на стол. Думали, ухопен будет. Ты где? Они сказали, мы поймали, мы их поймали, а теперь был один центр, стало восемь. Ребят ждут. Талантливые мальчишки. Ну и серия, конечно, нам попалась вообще не хэппинт, ребята. Они вроде сели, вроде бы все закрыли, да? А вроде бы ничего не закрыли. Я не понимаю. Ну, ладно, конкретно с этим, конкретно с этим случаем, да, вот с этим, как там. не порешали. Ничего. Да, 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 с этим пока еще вопрос открытым остается. Но ничего страшного, я думаю, пройдет время, и с этим разберемся, ничего, где наш не пропадал. Цепимся, когда крокодилы в это во все и разорвем на счастье. Вот, друзья, значит, желаю вам крепкого здоровья, вот, никогда не ведитесь. Не употребляйте. Да это вообще, даже этого слова, даже вот употребляйте это все, нельзя этого говорить, потому что это вообще все. Даже не пробуйте. Никогда, ничего, ни в коем случае. Наркотик, ловушка дьявола, пацаны. Только чай с конфетами, с тортиками и пирожными, а кто правильно питается, тот питается с овощами, фруктами, ягодками, грибочками. И научно-популярные журналы не читайте. И научно-популярные журналы, да, вы их читайте поменьше, не надо совсем читать, мы же люди не глупые, интересующиеся. Ну и что-то полезное, Влада, бумагу посмотрите лучше. Да, а вы, если что-то заинтересовало, переходите на YouTube и подписывайтесь на мой канал, на канал Никиты. Мы тоже смотрим интересные все-таки видео, а мы вас плохому не научим, потому что где тут мы плохое рассказали? Мы наоборот смотрим, как закон, как справедливость, как добро восторжествовало над злом, друзья. Вот такой вот сегодня был у нас ролик. Ну как тебе, Никит? Очень интересно. Интересно, но, к сожалению, без конца. Концовка осталась открытая, да. Один, осталось восемь. Вот. Ну все. Всем пока, ребят. Всем пока. Вот такая история. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok